приятель мой Серега предлагал мне этот ролик сделать а-ля знаете как в сериалах там в предыдущих сериях да или там что было раньше и нарезочку но так как я не сохраняю видосы а сейчас откапывать их в ютубе и скачивать потом нарезать короче мне в лом поэтому этот формат оставим возможно как резерв на потом смотрите народ кто-то для тех кто в курсе этой темы дабы не дать возможности зерну сомнения в моей порядочности зародиться в ваших головах я думаю что пришло время немножечко рассказать вообще как по этой теме обстоят дела для тех кто недавно появился ну ввести в курс дела какого дела смотрите какое-то количество месяц на месяцев назад может быть 6 месяцев назад у нас у меня у нас у меня ну назовем это у нас да у меня с общественностью зародилась идея сделать такой совместный лайф тест ветрогенератора сразу сделал отступление когда-то очень давно еще живя в беларуси когда я компоновал свой вэн а вот я думал о ветряке но слил эту идею по причинам да геморрой установить ее где-то на площадке нужно ставить какую-то мачту растяжки вот во первых это геморрой постановка на парковку снять с парковки занимает кучу времени геморрой это раз два не каждая парковка дает возможность установить его короче я забил и остановился на все-таки на солнечных панелях вот и все же эта тема как бы не ну верну ее вернули подписчики ее актуальность когда уже неоднократно опять тему народ начал поднимать я подумал почему бы и нет почему вот не рассмотреть два основных ключевых момента ну вообще для чего как бы для чего ночью мог бы быть нужен ветрогенератор для тех кто не может позволять там часто менять аккумуляторной системы сразу скажу что режим заряд-разряд это сокращает срок жизни аккумулятора до ночные расходы невелики но но у меня вот как минимум работает холодильник на компрессорной системе которую я сделал когда-то вот по ночам вот и поэтому даже не сильно не максимально не на сто процентов даже хотя процентов на двадцать компенсировать ночные затраты было бы неплохо это даст возможность жить дольше аккумулятором но два два основных вопроса основной вопрос даже не энергия не энергоотдача ветрогенератора почему потому что можно купить генератор готовый получше похуже если не купить можно сделать получше да то есть это вопрос такой второй основной был вопрос это возможность спать в кемпере когда на нем установлен ветрогенератор стационарно но с какой-то с каким-то методом его минимального там не знаю снижение его точки верхней там изгиба складывания какого-то очень простого да но закреплен он изначально на кемпер на кемпер и как правило это задняя часть и как правило в задней части стоит кровать возможность если ну а вибрации будут попытаться возможно ли выяснить вот этот вопрос возможно ли погасить вибрации до такого уровня что можно было спать вот такой вопрос второй уже вопрос это его как бы энергоэффективность вот это первая тема которую мы когда-то подняли ветрогенератор мы приобретали совместно совместно вот так как я не богатый мажор путешественник денег у меня на это дело нет народ скинулся бабками вот ну конечно смешная история там из 10 тысяч человек подписчиков там поучаствовали в этом вопросе человек 10 наверное причем из них там была парочка девчуль даже но это ладно это не будем об этой язвительной грустной тематике касаться вот ветрогенератор мы приобрели вот я сейчас закончу информ и информацию о чем это видео да и перемещусь в свой вен и покажу вам чем мы вообще приобретали вот это одна тема ветрогенератор его возможность установить таким образом чтобы он не мешал спать вот ну второй момент кпд вторая тема это электро электролиз то есть получение водорода и кислорода из воды методом электролиза для его последующего добавления воздушно-топливную смесь для улучшения параметров работы двигателя чтобы он работал ровнее и мощнее и тем самым мы улучшали его характеристики и снижали расход по топливу вот тут вообще отдельная история тут пацанчик вообще не мажор работает на какого-то дядю а в германии он за свои деньги ну а так как это не советский завод там где можно сказать петрович я возьму эти железяки ну да возьми да то есть это германия все что он мог это у своего работодателя по закупочной цене купить материалы вот он за свои деньги купил железо и пластик вот и за свои деньги дейчелем отправил мне в тарифу вот и также генератор я сейчас покажу он собран и еще кучу всякой электроники которая нужна будет для управления контроля и по одной теме и по второй сразу добавление скажу еще парнишка из беларуси мне подкинул идею с ионизации воздуха серега сейчас открою спущусь сейчас секундочку сейчас открою вот с ионизации воздуха и еще я купил у китайцев достаточно мощный и но компактный ионизатор для того чтобы о 3 также добавлять воздушно-топливную смесь вот и сейчас я пойду сереге открою дверь спущусь в покажу что мы приобретали и чем мы там планируем дальше делать момент итак ребятки сейчас долго и нудно будем смотреть чем приобрели смотрите вот эту херовину мы видим большую да это тот ветрогенератор о котором я уже вскользь говорил вот все хорошо он успешно пришел но параметры очень сильно ниже даже моих самых пессимистичных пессимистичных ожиданий я уже в каком-то ролике вскользь говорил что я сделал его тесты по его функционалу открыл спор можно было забрать все деньги но как бы тогда бы не сложилась бы наша история путешествия вот в этот experience вот поэтому я частичную компенсацию забрал и была возможность тогда модули накупить необходимых которые нужны будут для разных устройств а вот сразу так что мы приобретали вот мы приобрели там какое-то количество месяцев назад вот этот ветрячок вот который вообще далек от заявленных параметров далее контроллеры вот они два контроллера для ветрогенераторов почему два вот на этом было написано мппт я знаю что такого типа не бывает мппт но вдруг я не самые умные в этом мире вот хотя так это и есть и я взял его заказал проверил увидел что это не мппт предоставил неопровержимые доказательства моей проверки и забрал деньги на него то есть один нас контроллер халявный это четырех трехфазный диодный мост это нужно было мне для проверка предоставление информации по ветряку это у нас модуль который будет контролировать силу тока напряжения и мощность и вообще там за цикл его работы там сколько в мощности наработал вот это основное то что нужно нам было для ветряка из электроники конечно был бы в идеале бы там мппт контроллер но они овер до хрена стоит денег вот поэтому мы пока пока остановимся на этом потому что я чувствую что история тестом этого ветряка если мы добьемся каких-то человеческих условий возможность спать с ним до не закончится этим ветряком а возможно и будем дальше делать другой который действительно что-то может дать сразу смотрите скажу вам про ионизатор вот эту штуку пока что я вот просто тупо использую я ионизирую помещение очень мощно дает озон вот я планирую потестить я читал гайд 1 на борт журнал drive 2 про чувака который добавлял о 3 в топливную воздушную смесь и его отзывы очень положительные только он ионизатор делал сам вот это вот мы купили есть там кстати вообще нормальная тема для машины и для дома просто убивать всякие запахи поганые от курения до старой бабки но вот очень классная штука они там в районе там 15-16 евро стоит на амазоне ой на амазоне на алиэкспресс и я брал 12 вольт но не менее принципиально можно на 220 да у меня лень было 220 линию тащить туда но не хотелось короче решила взять на 12 вот если не сработает он с эффективностью работы двигателя буду ионизировать воздух ну пока я этим и занимаюсь зато у меня тут свеженько пахнет вот следующая как-то чтобы она была видна интересная тема еще раз братанчик спасибо тебе ну ты же знаешь да ком я говорю за железяки то сейчас я вот подвину вот эту штуку видно там наверно видно те кто интересовался электролизом и газом брауна узнают этот агрегат я даже жидкость не слил после последней проверки это у нас есть вот это вот нас есть реактор ну вот из какого-то количества 9 вроде пластины его делал 9 вот это у нас расширительный бак куда я заливаю жидкость но тут необходимые доработки но я уже проверял 1 8 взорвал гидрозатвор но это не вот этот бак это гидрозатвор еще вот отсюда шел вот пока добивался эффективной работы пламя гасителя уже пробовал подключать его подавать после уже воздушного фильтра в канал воздуховода вот ничего не взорвалась но вот но как бы нужно еще кое-что тут подделать вот для него что я еще приобретал не разбирал я это все по запчастям смотрите вот это без коробки у нас шим-регулятор он может регулировать напряжение там от 0 до максимума ну понятно вот на мою бортовую сеть до 50 ампер вот для чего это надо мне нужно чтобы реактор не превышал порог 30 ампер работы и есть много очень производных при которых даже если не добавлять катализатор либо добавлять и чуть-чуть но есть много производных по которым сила тока здесь нестабильная колеблется ее нужно подстраивать это у нас широкоимпульсный модулятор вот я вам покажу вот этот маленький вот этот вот маленький вот такой вот маленький вот такой вот маленький вот вольтметр несколько штук я таких вольтметров купил почему у меня я еще не решил он будет питаться у меня от бортовой сети салона либо от бортовой сети автомобиля вот и мне нужно понимать параметры по напряжению обоих аккумуляторов до при работе электролизера это будет как минимум два вольтметра стоять которые будут показывать напряжение по этим по аккумуляторам вот такой вот я сначала в дуру такой совмещенный вольт амперметр купил да но он много места занимает вот эти вольтметры занимают гораздо меньше места вот эти вот чем вот этот у него просто кропусочек есть который для готовы для встраивания моментом некуда его пихать сначала такой купил потом еще купил отдельный амперметр вот хотел найти амперметра в таком же корпусе не нашел отдельный амперметр это шунт 50 ампер что еще купил вот такой на 12 вольт термометр с выносным щупом для чего объясняю в момент работы электролиза реактор греется и мне нужно понимать его реальное состояние какая у него температура то есть там выделение газа брауна идет или он уже просто тупо кипит пар гонит не в мотор вот для этого мне нужно контролировать его температуру раз и в идеале бы до контролировать еще температуру а пламя-гасителя потому что когда я проверял пламя-гаситель на прострел но там через там ну там 5-6 хлопков прострела пламя-гаситель нагревался вот хотелось бы контролировать и пламя-гаситель на всякий случай вот я сейчас нашел вот в таком маленьком корпусе термометры вот сейчас тупо бабыла нет закажу потом а вот что что еще что еще что еще ну всякие фитинги шланжики я вам не показываю вот вот так такие у нас дела вот такие у нас дела все пердячим парам медленно но движется но движется все там что-то собрано что-то собирается что-то уже проверено но и сейчас кто-то задает вполне логичный вопрос макс так хер аж ты мнешь сиськи почему ты не делаешь прогон с ионизатором машины не выясняешь экономит не экономит почему ты не делаешь прогон с электролизером почему-то не монтируешь ветряк вопрос братан вполне логичный ну вот я бы его тоже задал ответ на него весьма простой для того чтобы мне хотя бы тупо закрепить на мачту которую я нашел от винсерфа вот этот ветрогенератор и я нашел кусок железной трубы которая в принципе должна подойти но к этой трубе нужно приварить еще площадочку такую круглую который просверлятся четыре дырки за которую закрепится вот он для этого нужно пойти на сто либо какую-то металлобазу где есть сварка и обрезки металла и сказать братва будьте так снисходительны приводите мне вот к этой трубе кусок железяки вот я думаю не на каждой слесарке в россии скажут конечно друг мы сейчас тебе все это сделаем вот просто так потому что такой классный но нужно будет как минимум что-то заплатить за потраченное время а если железяку на помойке не найду то еще может быть железяку это раз это про ветрогенератор про электролизер чтобы нам понять вообще работает он не работает и точно понимать какой коэффициент если он работает до снижения нужно отстыковать от бензо дизельной магистрали от бака не от бака точнее от фильтра тот шланг который идет из бака так как у меня в баке нет насоса привести его салон поставить канистру литров на 15 залить литров 10 у меня расход на 100 километров 10 11 литров ну допустим залить канистру солярки и сделать сначала прогон по одной выбранной какой-то трассе на 100 километров и сжечь некий объем топлива это записать после чего надо будет подключить электролизер подключить ее к салонной системе опять заполнить канистру опять делать прогон потом подключить к генераторной системе потом подключить озонатор все это по прогонять подливая топлива и того нам нужно поля порядка литров 50 топлива она у нас стоит рубль 30 центов по-разному иногда дешевле иногда дороже вот то есть уже все намек поняли что на это необходимы деньги вот а так как золотого пальца у меня нет манки богатый тоже нет счета нет то и денег пока нет короче на сегодняшний день вот есть то что есть вот и ну не знаю как вам это расценивать намек это не намек но кому как удобно можете это расценивать на намек до что вы можете там пример там 50 центов ли 1 евро перечислить мне там куда-либо вот и будет возможность мне это дело протестировать ну вот ну либо как бы если как бы ваша философия простая да он охуел там сидит на жопе у океана ничего не делать ему еще денег даю ну нет вопрос тогда просто там ждем пока я сидя на жопе чё-то высижу какие-то деньги вот и ждем когда там я вам предоставлю как бы как вы любите там на халяву отчет вот ладно шучу на халяву не на халяву братва я вот думал что может неловко это будет не но все-таки наверно важно наверно важно сказать ребят кто поучаствовали там финансово вот реально вам спасибо даже и не только от меня ну и от тех кто тупо не мог у кого тупо денег нет да ну такое тоже бывает у меня сейчас нет денег у кого-то тоже так есть да у кого-то тоже тупо нет денег вот спасибо за возможность делать эти эксперименты предоставлять эту информацию вот как только будет возможность дальше все эти эксперименты двигать в русле к каким-то результатом я обязательно вам предоставлю информацию по всей этой истории вот так что я ваши бабки не прокурил как некоторые долбоебы думают что я тут сижу курю шмаль блять сказочные долбоебы вот все пока народ